За 33 года своей жизнью у Вартана не было ни одной судимости и даже административного штрафа. Все началось и получается, что закончилось в этом году. Как это часто бывает, знакомые предложили попробовать наркотики, потом дали еще, так до тех пор, пока не появилась зависимость. И пошло-поехало. Начал брать для себя, заработанных денег стало не хватать, и осужденному предложили сбывать наркотики, за что и ему немного бы доставалось. На основании материалов возбуждены три уголовных дела. По части 1 статьи 228 по хранению наркотиков, по части 3 статьи прим. 1 по сбыту наркотиков и по части 3 статьи 228 по приобретению наркотических средств. На следующее время указаны материалы переданы в Центральный суд для принятия решения по существу и нанесения приговора. В результате обыска по месту жительства осужденного сотрудники ОФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли более 2 килограммов психотропных веществ, что составляет порядка 10 миллионов рублей. Кроме того, в момент задержания мужчина был под воздействием наркотиков. Свою вину он признал полностью, неоднократно раскаивался. Это в значительной степени смягчило наказание. В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ, окончательное наказание назначить Гедян по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания и более строгим. И определить эти решения соды сроком на 7 лет и 6 месяцев без штрафа, без ограничения свободы, с отборением наказания в исповедительной колонии общего режима. Наркотики, деньги на крови. Так считал Вартан Гедян еще до того, как познакомился с ними и убедился в этом наличном опыте. Поддержать и свидетельствовать на стороне защиты пришли его родственники. Но, несмотря на все старания и положительные характеристики, теперь впереди у мужчины 7,5 лет колонии общего режима. А именно этого лишения свободы подсудимой боялся больше всего. Елена Всецина, телекомпания ФКТ